В старом свете почему-то считают, что умная архитектура это прерогатива прекрасной половины. Итальянцы даже говорят, дом, построенный мужчиной, лишь наполовину устроит женщину. А вот жилище, созданное дамскими ручками, на все сто понравится сеньору. Этим красивым убеждением европейских зодчих проникся казахстанский архитектор на международном конкурсе технологичных идей в градостроительстве. Демонстрация умных объектов, способных самостоятельно обеспечивать себя теплом и энергией, а еще умных стройматериалов, которые могут сами о себе позаботиться, это что-то невероятное, но все это можно было увидеть в итальянском научно-исследовательском институте в городе Бергамо. Здравствуйте, меня зовут Алгат Куспаев, с вами снова программа «Умный город». И сегодня вы увидите гениальные творения, созданные исключительно женскими руками. Субтитры создавал DimaTorzok Вот уже третий год компактный итальянский городок Бергамо встречает идейных зодчих с пяти континентов. Здесь демонстрируются чертежи и макеты самых смелых проектов, а их, как выяснилось, по миру немало. Только в этом году заявки подали 40 архитекторов. Однако на семинар и церемонию награждения пригласили только лучших, в числе которых оказался и мастер Казахстанской проектной академии Ирина Брекун. Подобные семинары, конкурсы полностью могут изменить мировоззрение архитектора. Лишний раз подчеркивают, что именно архитектор является основным, главным лицом в процессе проектирования. То есть основной акцент в создании того или иного проекта сооружения лежит именно на архитекторе, на творце проекта. И он должен постараться убедить заказчика в том, что целесообразно использовать тот или иной материал строительный. Обладая вот такими уникальными знаниями, мы сможем донести всю ценность вот этих материалов, этой информации до заказчика и убедить в том, что именно эти материалы нужно использовать в современных сооружениях. Европейские архитекторы, оказывается, не только проектируют и конструируют модерновые здания, но и создают более совершенные материалы, из которых затем и возводится в реальную величину детища с чертежей на бумаге. Пять лет назад итальянские зодчие поразили мир прозрачным цементом, который они продемонстрировали в Шанхае на всемирной выставке Экспо. К миланской технологичной выставке они подготовили биодинамический битум. Получается, что помимо пиццы итальянцы подарили человечеству еще и несколько видов необычных и долговечных стройматериалов. Кстати, инициатором женской премии Arc Vision Prize выступает итальянский гигант, имеющий около 50 цементных заводов в 22 странах, в том числе и в Казахстане. Мы полагаем, что высокопрофессиональная архитектура сочетает в себе не только творческие и технические возможности, но и фантазию, эмоции, душу. Премия Arc Vision Prize присуждается за инновационные, экологичные и социальные идеи и проекты, которые вносят элементы красоты и функциональности. Особое внимание на женской концепции архитектуры, комбинирующие технологию и окружающее пространство, материалы и формы, стиль и эффективность для духовного возрождения города и местного сообщества. Номинанты премии Arc Vision Prize представляют на конкурс уже построенные или строящиеся объекты. Архитектор из Казахстана Ирина Брекун показала оздоровительный центр с солнечными модулями. Они будут подпитывать здания энергией, но не полностью, приблизительно на 30%. Использование энергоемких, энергоэффективных и сберегающих материалов обязательно, как для конкурса градостроительных идей, так и для реальной жизни. Архитектура умных городов просто немыслима, без зеленых технологий. Награда за изыски весьма солидная. Помимо 50 тысяч евро, фаворита ждет дизайнерская неделя в Милане и встречи с инвесторами. Но новаторы, работающие в области возобновляемых источников энергии и сберегающих технологий, готовятся к Всемирной выставке 2017 года, которая, как известно, пройдет в «Умной Астане». Проведение экспо, безусловно, положительно отразится на имидже не только Астаны, которая уже вошла в список «Умных городов», но в целом на имидже всего Казахстана. Экспо послужит неким толчком, причем таким серьезным толчком для развития в вашей стране зеленых технологий, энергии будущего. А еще важно, чтобы объекты, построенные на экспо, затем работали и использовались для обучения или для других полезных целей. Экспо проводится не ради экспо, а для города, открывая новые возможности, расширяя горизонты развития, в том числе архитектуры, исповедующие функциональность, комфорт, удобство, эстетику, эмоциональность, экономичность и бережное отношение к экологии. Кстати, мадам Марта Торн представляет престижную премию. Это своего рода Нобелевская награда в области архитектуры. Она уверена, после выставки Экспо Астана изменится до неузнаваемости, несмотря на то, что «Умный город» уже восхищает размахом градостроительных идей. Идеи так называемой «зеленой архитектуры» вдохновляют зодчих во всем мире и особенно создателей «Умной Астаны». Напомню, совсем недавно в США на очередном форуме интеллектуальных сообществ наша самая молодая столица мира заняла 21-е место в рейтинге «Умных городов планеты». А в нынешнем году столичные новаторы намерены побороться за седьмую строчку. А после всемирной выставки Экспо, возможно, смарт-Астана красиво войдет в топовую пятерочку. Как известно, именно в Астане продемонстрируют передовые технологии, причем не только в выставочных павильонах. На площадке Экспо установят солнечные, геотермальные и ветровые источники, которые будут подпитывать объекты Экспо. Крыши жилых и выставочных зданий покроют солнечными модулями. Эти батареи способны вырабатывать 7 мегаватт. Ветровые турбины обеспечат освещение в подъездах и переходах. А геотермальные источники снабдят теплом выставочный павильон и офис организаторов выставки. Участие казахстанского архитектора в конкурсе Arc Vision Prize было как нельзя кстати. Опыт иностранных коллег в применении зеленых технологий отлично перекликается с трендами Экспо в Астане. Зеленая архитектура это прежде всего инновации. Тот же дренажный бетон, который позволяет особенно в засушливых районах сэкономить дождевую воду, использовать ее в подземных резервуарах и дальше применять уже по назначению. Или допустим фотокаталитический бетон самоочищающийся. Я надеюсь, что вернувшись домой, в свою организацию проектную, я смогу полученные знания использовать и в проектах Экспо. В научно-исследовательском институте Бергама говорят, что сегодня только ленивый зодчий не мечтает построить умный город. Миссия премии Arc Vision Prize в определенной степени сводится к тому, чтобы поддержать женщин-новаторов в архитектуре, дать возможность проявить себя, раскрыть свои возможности, выплеснуть эмоции в архитектурных сооружениях, которые будут служить людям. Совершенно очевидно, что здание отражает вкусы и состояние общества. Группа Италь Сементи активно содействует этому процессу, поощряя творческий подход женщин-архитекторов, стремящихся объединить гармонию природы и комфорт повседневной жизни. Главный архитектор Казахстанской проектной академии в прямом смысле была первой ласточкой на конкурсе Arc Vision Prize из Казахстана. Увидев интересные сооружения Астаны, хозяева конкурса хотят наладить партнерские отношения с умным городом. Космические по форме и функциональные по содержанию архитектурные сооружения Астаны просто восхищают зарубежных зодчиков. И дело здесь вовсе не в свободе конструкторских замыслов, поскольку красота не самое главное, считают в итальянском научно-исследовательском институте. Все дело в стремлении наших столичных властей создать максимально комфортные условия для жизни и работы в Астане. Умная архитектура не только разительно преображает внешний облик умного города, но и облагораживает самих горожан. Вы смотрели программу «Умный город». Мы продолжим искать, рассказывать и показывать гениальных людей, предлагающих гениальные технологии, которые облегчают нашу с вами жизнь в умном городе. Так что ждите нас в эфире телеканала 24KZ, пересматривайте на официальном сайте и читайте в социальных сетях. Продолжение следует...